Всем доброго времени суток, друзья! Это очередной подкаст от MMA Bets. Он будет посвящен различным второстепенным турнирам, которые пройдут на этой неделе. Меня зовут Роман, я отвечаю за сегмент бесплатных прогнозов в нашем паблике. Ну что ж, давайте приступим. Для начала просто пройдемся вообще по тем турнирам, которые будут. Это в первую очередь Bama 29, это Brace 50, ACB 60 и Ahmad. Ну, сразу скажу, что на Ahmad, скорее всего, линию букмекеры не дадут максимум, что будет это лайф на него. Поэтому, ну, поэтому и также по причине того, что вот сами посмотрите на рекорды бойцов, которые там дерутся. То есть 1-0, вот 1-2, 0-0, 0-0, 1-0. Ну, по бойцам, в общем, особо в любом случае будет нечего сказать, да и линии не будет, поэтому этот турнир мы рассматривать не будем. Вот. Рассмотрим остальные турниры. Ну, в первую очередь давайте посмотрим на букмекерской конторе Parimatch, на что вообще коэффициенты есть, что вообще стоит рассматривать. Итак, коэффициенты у нас есть на Brace, если не ошибаюсь, там букмекеры дали на 3 боя, да, все правильно. Также у нас есть коэффициенты на BAMO, которая пройдет в пятницу, 4 основных боя здесь. Вот на ACB, к сожалению, коэффициентов пока нету, но сейчас перепроверим, мало ли, они должны появиться буквально со дня на день. Нет, пока их нету. Ну, в таком случае начнем с того, что у нас есть, и это будет турнир BAMO29, Макдермод против Вольфа. Турнир у нас пройдет в пятницу. Итак, роспись у нас дана вот с этого боя, Терри Бразиер против Уолтера Гахадзе. Ну, особо мне здесь сказать нечего, я просто скажу, что Гахадзе у нас идет фаворитом за 1.27, на мой взгляд, совершенно заслуженно, но не знаю, насколько вообще стоит его брать или не стоит, потому что оппонент у него тоже не слабый. Ну, как бы для рассуждений я просто пропустил бы этот бой, вот и все. Следующий, как бы здесь, ну, хотя бы какой-то все-таки более интерес имеют. Допустим, вот Тим Барнетт, Марио Саид. Тим Барнетт, как видите, пока еще не битый у нас, 4-0, молодой парень. На мой взгляд, просто прекрасный проспект. У него пока боев мало в профессионалах, но посмотрите, вот в любителях он уже успел набить достаточно неплохой рекорд, причем за короткий срок, буквально вот за 2 года. Он провел 6 боев, 5 из них одержал победы, причем все победы досрочные. Более того, в профессионалах у него также все победы досрочные. Как видите, ну, если чисто по рекорду судить, то у него, то парень развит во всех аспектах. У него и победа нокаутом, и победа с Абмишином. Я посмотрел его бои. В первую очередь он предпочитает проводить свои бои в стойке. Знаете, у него действительно классная ударка. Я хочу отметить, что у него хорошая защита именно от ударов. Вот, к примеру, в крайнем бое это было видно. Он дрался также с небитым соперником, а Райс Макил, вот видите, у него был рекорд 5-0. И, знаете, Райс Маки очень много в начале боя набросал ударов. Он вообще в начале боя был в себе уверен. Но Тим Барнетт, он все эти удары либо от них вообще ушел, либо принял на защиту. То есть, как я и отметил, защита от ударов, на мой взгляд, у него, ну, действительно, очень даже неплохая. Ну, вообще, по ходу этого предыдущего боя, хочу сказать, что после того, как он натиск соперника принял, постепенно он начал забирать инициативу все больше и больше попадать. Он весьма точен в своих ударах. Ну, и постепенно просто забрал инициативу и забил своего соперника. Также хочу отметить, что у него, ну, по большому счету, неплохая защита от тейкдаунов. Хотя я бы не сказал, что ее прям проверяли, вот кто-то конкретно. Ну, то, что пока что, то, что я видел, то, что он показывает, у него весьма хороший дефенс. Итак, перейдем к его сопернику, Марио Саид. Рекорд у него не такой красивый, так скажем, рекорд 9-3. Ну, для наглядности давайте на шердоге его посмотрим. Смотрите, из 9 побед, 7 побед у него одержано именно приемами, ни одной победы нокаутом. То есть, это говорит о том, что в первую очередь, ну, как бы, скорее всего, парень пойдет бороться. Вот, ну, я посмотрел его бои и хочу сказать, что в стойке он тоже весьма неплох. Допустим, вот, его крайнее поражение против Майлса Прайса. Знаете, первый раунд он весьма хорошо проводил, я хочу сказать, и в стойке он, я бы не сказал, что сильно уступал. Он вполне себе быстр, он не лез там, очертя голову за тейкдауном, хотя по его рекорду, да, казалось бы, что это все, что он умеет делать. Нет, он вполне нормально вел бой в стойке, периодически переводил соперника на настил. Вот, ну, во втором раунде Прайсу удалось удачно попасть, если я не ошибаюсь, по корпусу. Как бы, ну, в общем, Саид там стал протестовать. На мой взгляд, заслуженно, остановочка там немножко ранняя была. Он, ну, Саид еще дышал, как говорится. В общем, бой двух таких интересных ребят, молодых. Я, знаете, склоняюсь, наверное, все-таки к Тиму Барнетту. Давайте посмотрим коэффициенты. Ну, как букмекеры со мной согласны. Но, знаете, вот однозначного прям сказать, что вот он победит, я не могу. Я скорее здесь поставил бы, вот, дается у нас тотал, меньше полтора раунда. На мой взгляд, очень и очень хорошая ставочка в какой-нибудь пресс, потому что это оба крайне опасных парня. Они оба заканчивают свои бои очень быстро, скоротечно. Поэтому вот, на мой взгляд, прекрасная ставка. Ну, насчет победителя думайте сами, ребят. Итак, перейдем к следующему бою, который у нас есть в карде. Это Янник Бахати против Мэтью Халама. Итак, сразу же отмечу, что эти бойцы уже встречались. В первом бою одержал победу Янник Бахати, который именно и сорвал вот этот нолик у Халама. Я тот бой посмотрел, знаете, он закончился во втором раунде, в конце. В первом раунде Халам доставил огромное количество проблем Бахати. Он переводил его на настил, он работал сверху. То есть, ну, Бахати там пытался какие-то приемы забрасывать, но у него не получалось, по большому счету. Но затем во втором раунде Бахати все-таки собрался. И, по большому счету, ну, Халам там немножко выдохся, конечно, тоже. И Бахати, собственно, забрал этот бой, постепенно забирая инициативу, закончив поединок досрочно. Вот. Ну, как видите, после этого у него было еще два поражения. И он, ну, в общем, грубо говоря, чередуя там победы-поражения, он вновь встречается с Халамом. Вообще, что хочу сказать еще по Яне Кубахати. Знаете, боец достаточно волевой, на мой взгляд, по крайней мере, из того, что я увидел, это был не единственный случай вот с Халамом, когда он пережил какой-то натиск, какие-то серьезные проблемы. У него уже такое в карьере бывало периодически. Либо там на первых минутах боя, либо, допустим, там первый раунд, первые полтора. Ну, к примеру, вот в этом бою с Беном Константином. То есть у него тоже были проблемы серьезные, но он, знаете, такой парень духовитый, он это переживает и прибирает постепенно инициативу к своим рукам. Сам по себе хочу заметить, он по габаритам весьма и весьма большой парень, такой высокий, с длинными руками. Вот. Ну, давайте рассмотрим его оппонента. Мэтью Халам. Опять же, в первую очередь я замечу, что он тоже очень и очень габаритный парень. Он не уступает своему оппоненту в этом. Тоже такой большой. Ну, руки, если я не ошибаюсь, покороче немножко. Возраст у нас его здесь не написан. Ну, вот я осмотрел его крайний бой, по-моему. Если мне память не изменяет, против вот этого бойца Александра Бергмана. Там написали в табличке, что возраст у Мэтью Халама уже 35 лет. То есть, боец достаточно, ну, возрастной по большому счету. Ну, как видите, по рекорду у него все бои закончились досрочно, как победы, так и поражения. То есть, много времени он внутри клетки проводить не любит. Заканчивает быстро, ну, либо быстро финиширует, либо быстро его финиширует. После поражения от Бахати, ну, в принципе, у него карьера идет неплохо. Он провел, получается, 5 боев, 4-х одержал победу. Ну, я не знаю, друзья. По крайнему, бою, который я посмотрел, с кардио у него немножко стало получше, конечно. Но тоже уже после первого раунда он, ну, немножко выдохся. И, знаете, он, несмотря на то, что бой выиграл, он не очень хорошо в нем выглядел. От гораздо менее габаритного соперника он весьма-весьма много пропускал. Он, знаете, у него атаки были такими волнами. То есть, какая-то волна идет, он атакует, все нормально. Затем некоторое время он, ну, достаточно, скажем, пережидает, там, может быть, не знаю, отдыхает, набирается сил. В общем, в этом противостоянии, давайте посмотрим на коэффициенты. Ну, вот букмекеры дают 1,5 на бахоте, то есть на бойца, который в первом бою победил. По большому счету, ну, наверное, они правы, это имеет место быть. Как видите, на париматче прекрасная широкая линия, большая роспись этого боя. Поэтому, ну, про бойцов я рассказал, можете здесь что угодно выбрать. На мой взгляд, бой здесь по-любому закончится досрочно, на мой взгляд. И, скорее всего, это будет нокаут от кого-либо из бойцов. Хотя бахоте, хочу заметить, неплохо именно в сабмишенных. То есть, ну, досрочка, мне кажется, по-любому. От кого? Ну, не знаю. Я, если честно, тоже к бахоте склоняюсь. Ну, как бы здесь, конечно, ну, не стопроцентный, скажем, бой. Ладно, давайте дальше. Долго здесь не будем. Главный бой этого вечера. Это у нас полутяжелый вес Брэд Макдермонт против Рубена Вольфа. Итак, друзья. Брэд Макдермонт мог запомниться любителем ММА. По своему прошлому бою дрался он у нас против Лема Магири. Он вышел там, если я не ошибаюсь, на очень-очень коротком уведомлении. Ну, проиграл бой. Вообще, в первую очередь, хочу заметить, что этот боец просто невероятно стойкий. Несмотря на то, что у него есть досрочные поражения нокаутами, у него подбородок просто, на мой взгляд, каменный. Вот с тем же Мухаммедом Лавалем, да, Кингмо, он дрался в райзене. Вот, бой закончился на отметке первого раунда 9 минут 10 секунд. То есть, в конце первого раунда Кингмо все-таки сумел его забить. Знаете, мне просто интересно вообще, насколько сильно Лаваль травмировал свои кулаки об него, потому что он просто его бил изо всех сил. Удары все попадали четко в подбородок. Но Макдермод все это выдерживал, причем шел вперед. Постепенно, конечно, все это накопилось. Все-таки удалось Лавалю забить его, свалить. Что касается досрочного поражения от Магири, ну, там остановил доктора просто уже все лицо Макдермода заливало кровью. Ну, врач принял такое решение. Вообще, еще хочу заметить, что у него достаточно плохая, я бы даже сказал, ниже среднего защита от тейкдаунов, как бы. Вот, ну, в любом случае, парень, он вообще такой здоровый, физически сильный, предпочитает боя вести в стойке. У него удары у самого весьма и весьма увесистые, как бы. Ну, кое-что, конечно, в борьбе понимает, но предпочитает стойку. Его соперник, Рубен Вольф, знаете, он любителям российского ММА, наверное, знаком. Может быть, потому что он уже в Россию у нас приезжал два раза, дрался в организации Fight Nights Global. В первый раз он проиграл Сергею Павловичу в начале, ну, буквально в середине, можно сказать, первого раунда. Ну, опять же, там не было такого глухого нокаута, Павлович просто забил его. Затем он доставил огромное количество проблем Кириллу Сидельникову, а, на мой взгляд, Сидельников очень и очень хороший боец. В первом раунде у Сидельникова было много вариантов закончить бой досрочно. Он пытался, он бил изо всех сил, ничего не получалось, как бы, причем он и попадал. Но досрочно закончить не смог. Вольф же даже затем доставил в следующих раундах Кириллу достаточно серьезные проблемы, особенно в последнем раунде, в третьем. Ну, все равно Сидельникову удалось забрать этот бой. В общем, тоже, ну, то есть я к чему веду, что парень тоже весьма и весьма, ну, крепкий подбородок у него. Давайте на шердоге для наглядности посмотрим. Рекорд, конечно, невзрачный, 11-9. Причем вот 4 нокаутом, 3 сабмишном. Как видите, ни одного поединка решением этот парень не выиграл. Он предпочитает, ну, досрочно заканчивать бои. Как бы, букмекеры здесь, как видите, совершенно равные выставили коэффициенты. Но я хочу заметить, что еще вчера Макдермонд у нас шел андердогом. Хоть и небольшим, но, получается, прогруз на него есть. Я, если честно, тоже склоняюсь к победе Макдермонта. Вот, опять же, как видите, очень широкая линия. Я считаю, что бой этот закончится досрочно по-любому. Но кто победит, сказать не могу. Ну, склоняюсь, я уже сказал, кому. Поэтому, мне кажется, благодаря тому, что обоих парней, несмотря на то, что есть досрочные поражения, вроде как нокаутами, у них весьма крепкие челюсти. Мне кажется, есть хороший шанс, что бой пройдет больше одного раунда. Как бы, вот, коэффициент 1.53 на это, в принципе, неплохой. Ну, а так, ну, кто верит в Макдермонта, как и я, то можно просто его досрочную победу забирать за 2.35. Я считаю, прекрасная ставочка. Ну, ладно, идем дальше. Следующий мы посмотрим, что у нас турнир Брейс из себя представляет. Ну, как видите, даже на топологи, вот, только один бой здесь выставили, главный. Собственно, по этому бою мы и поговорим. Хотя на официальном сайте Брейс, вот, у нас файт-карты есть. Здесь у нас сколько, 7 боев, один даже еще не назначен. Ну, в общем, я, знаете, я вкратце этих бойцов пересмотрел, там особо говорить не о чем у них там. Ну, в общем, такие местечковые бойцы с не самыми хорошими рекордами. Ну, в любом случае, я считаю, по главному бою, ну, поговорить можно вкратце. Итак, Эдвина Арана против Люка Катубига. Итак, как видите, у Араны у нас рекорд совсем далек от какого-то красивого. 8 побед, 11 поражений. У его соперника немногим лучше. 7 побед, 6 поражений, 1 ничья. Ну, это турнир Брейс, для подобных турниров это нормально. Ну, в последнее время у Эдвина Араны идут дела не очень, прямо скажем. У него не то, что чередуется победа с поражением, у него большинство поражений, он проигрывает с сабмишинами. Я посмотрел его бои, знаете, ну, в общем, с борьбой у человека, у бойца есть серьезные проблемки. Защита от тейкдаунов, с борьбой, с тем, чтобы занимать топ-позиции. Хоть он и... у него есть с сабмишином победы, но, как правило, если против него выходит боец, который немножко в борьбе разбирается, этот боец его попросту залеживает и сабмитит, либо побеждает решением. Но к плюсам хочу заметить, что весьма духовитый все-таки парень Арана, он до последнего старается. Плюс у него достаточно серьезный удар, у него такой, ну, можно сказать, он умеет нокаутировать именно с одного удара. Для этого веса, ну, это достаточно, ну, не то, что прям редкость, но это очень хорошо, это большой плюс. Вот. И его соперник, Люк Катубик. Значит, в первую очередь, друзья, я что хочу выделить, в первую очередь, посмотрите, в каких весах он выступал. Смотрите, Велтер Вейт, то есть, этот вообще бой, он пройдет у нас в бантамах, 135 фунтов. Люк же у нас, ну, я не знаю, сами представьте, он спустился с Велтеров. Парень, ну, очень, мягко говоря, будет намного больше своего оппонента, намного габаритней, намного физически сильнее. Выступал в Велтерах, потом спустился вот в легкий, потом 145, а потом опять поднялся в 155, опять 145, 145, и вот сейчас спустился в 135. Вот. Что касается его боев, я их так тоже пересмотрел вкратце. Парень предпочитает в стойке вести бой, то есть, скорее всего, этот бой, как мне кажется, должен пройти в стойке, потому что они оба предпочитают стойку. Но в борьбе он тоже кое-что понимает, неплохо борется, хотя я думаю, знаете, у них, наверное, примерно на одном уровне борьба будет, ну, не знаю, если честно, не вижу там у кого-то прям такого яркого преимущества. Вот. А в стойке, мне кажется, может быть, может быть, будет получше Арана, может быть, но Катубик попросту может его перебить. То есть, он сам по себе больше, у него, как мне кажется, тяжелее удар, и если что, он, ну, может быть, немножко повыматывает. В общем, если ему геймплан какой-то составит грамотный, может быть, он немножко и поприжимает, то есть, в борьбе, несмотря на то, что у них навыки равны, но габариты-то, ребят, у них совершенно не равны, габариты разные. Если ему какой-то грамотный геймплан предложат, мне кажется, он будет чередовать стойку с переводами, и у него, ну, попросту все шансы забрать этот бой, вот и все. Если честно, помимо там какого-то удара, нокаута от Араны, я у него больше шансов особо и не вижу. Ну, букмекеры со мной совершенно согласны, росписи они, к сожалению, не дали, но 1,3 на Катубига. Ну, мне кажется, ставочка достаточно уверенная. Ну, вот эти два боя я не разбирал, но кто за моими ставками следит, будьте бдительны, ребят, я обязательно разберу весь этот карт, весь этот темный лес и дам свои ставки, в общем. Итак, остается у нас, что? Остается у нас турнир ACB60, коэффициентов, к сожалению, на него нету пока что, друзья. Я уверен, что они будут, ну, последнее время на все турниры ACB дают коэффициенты, наверное, попозже будет. Хотя, конечно, карт здесь, ну, такой, ну, невзрачный, но кое-что есть, на что можно обратить внимание. Давайте вот несколько боев все-таки разберем вкратце. К примеру, вот смотрите, Зак Маковский после увольнения от UFC подписал контракт с ACB, вот проводит свой дебют здесь против Джузела Силвы. Ну, особо здесь рассказывать нечего, я посмотрел бои Силвы, ну, уровень, конечно, мягко говоря, у него очень и очень низок, то есть не то, чтобы там сравнительно с Маковский, у него просто весьма низкий уровень там. Маковский просто здесь обязан его проходить, и несмотря на то, что последние, там, у него уже сколько-то там много боев решением все заканчивались, ну, ребята, это были бои против топов, против серьезных бойцов. Силву же, ну, вот смотрите сами, decision, 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 получается, просто у него одни решения, ну, в начале карьеры, да, у него были досрочки. В общем, Силву, на мой взгляд, он обязан просто, просто обязан досрочить, ну, серьезно, это очень разного уровня бойцы, хотя, конечно, мы все помним Али Багудинова, его прекрасный, прекрасное возвращение из UFC. Ну, не знаю, если честно, как бы очень и очень крайне мизерные у Сильвы там на что-то шансы. Маковский, я считаю, досрочно. Следующий бой, ну, давайте пропустим, на мой взгляд, там особо говорить нечего, как бы, карт я разобрал уже весь, ставочки я дам на весь турнир, но вот именно в подкасте поговорим, давайте, о более интересных боях. Ислам Науртиев против Бенни Аллоуэя. Кто помнит Бен Аллоуэй у нас? Запомнился несколькими вещами. Во-первых, это боец, который выступал в UFC, он провел там три боя, первый выиграл, затем два боя проиграл Райну Лафлеру и Заку Каменцу. Это бойцы с именем, причем не просто с именем, они по-настоящему топовые, умелые бойцы. В Россию уже приезжал у нас Аллоуэй два раза. Первый бой проиграл нокаутом Шарафу Давлотмуродову, достаточно хорошему проспекту, достаточно сильному. Ну, Аллоуэй, я бы не сказал, что прям в одну калитку вообще его там просто избивали, но Давлотмуродов его достаточно уверенно выиграл. И вот в крайнем бою он абсетнул нашего Сергея Хандошку, тоже легендарного российского бойца, не побоюсь этого слова. Засабмитил его в третьем раунде. Вообще бой был очень близкий, очень равный, такой вязкий. Ну, Аллоуэй показал свой характер и, ну, не то, что прям переломил, просто все-таки укрепил, так сказать, свое преимущество. Засабмитил Сергея, к сожалению, для болельщиков Хандошки. Ну, боец весьма возрастной. А, извините, боец у нас, Аллоуэй, весьма возрастной уже. Ну, в принципе, особого там проседания по кардио не показывает, хотя, конечно, на мой взгляд, ну, некое есть, конечно, проседание. В общем, его оппонент, Ислам Наурдиев, на, опять же, по моему мнению, это просто прекрасный проспект, это многообещающий боец. Как видите, его поражение было давно, вот в конце 14-го года. После этого он набил достаточно серьезный стрик. Более того, в своих боях он показывает, ну, то есть, соперники его не самые там высокоуровневые топы, но против них он себя показывает просто увереннейше, просто увереннейше. Он заканчивает бои досрочно, вот на шердоге сейчас перейду на него. Ну, вот сами видите, из 11 побед у него все победы досрочно. Парень как бы, и причем они все в первом, либо в начале второго раунда. Парень очень быстрый парень, очень сильный. В основном, конечно, в стойке проводит бои. И, знаете, казалось бы, можно посмотреть на его единственное поражение, то, что оно с Абмишиным, но у него нет проблем в борьбе, ну, как мне кажется. У него также есть борцовская база, если я не ошибаюсь, там, вольная, по-моему, или греко-римская. Но предпочитает он все-таки стойку, стойки у него лучше получаются. Ну, в любом случае, боец развит во всех аспектах, боец молодой. Не знаю, конечно, насчет кардио, не знаю, если, скажем, Алловый выдержит натиск там первым, во втором раунде, возможно, у него будет в третьем некое преимущество, но сказать как бы нельзя, потому что Наурдиева мы не видели в трехраундовом бою. Возможно, у него с кардио все в порядке, как бы, ну, возможно, нет, не знаю. Лично я здесь отдаю преимущество Наурдиеву. Вот, более того, я считаю, он должен досрочно побеждать, наверное, нокаутом. Как бы, ну, мое личное мнение. Дальше. Алия Скиев против Игоря Сверида. А, извиняюсь, пропустил один бой. Шамиль Никаев против Аурела Пирта. В общем, ребят, Аурел Пирта у нас запомнился чем? У нас запомнился он просто огромным апсетом в прошлом бою против Сола Роджерса. Ну, это было что-то с чем-то. Я сам, если честно, Роджерса там за мизерный кэф-пресс забирал. И, в общем, засабмитил у нас Аурел Сола Роджерса во втором раунде. Более того, я бы не сказал, что он там первый проиграл в одну калитку. Он в первом Роджерсу доставил серьезные проблемы. Он провел две попытки сабмишина. Это та же самая гильотина, с которой сумел Роджерс выбраться в первый раз. И армбар, тоже из которого выбрался Роджерс. В общем, парень этот у нас борец, в первую очередь. В стойке, как бы, кое-что умеет. Но, в первую очередь, он именно боец. Он борец физически достаточно сильный. И старается переводить. Ну, в общем, по большому счету, о нем больше нечего сказать. Проигрывает он тем, кто, ну, либо может там защищаться от его тейкдаунов, либо переигрывает его в борьбе. То есть, ну, вот такой достаточно крепкий, сильный. Шамиль Никаев. Опять же, друзья, он у нас запомнился, ну, лично, вот лично мне. То есть, он запомнился тем, что прошлый бой президент ACB сделал ноу-контест. Прошлый бой этот боец у нас проиграл против бразильца Нагейры. Я считаю, совершенно проиграл по делу, совершенно по делу. Ну, Майорбек Осиев с этим не согласен был. Он посчитал, что, ну, это я рассказываю как бы по памяти, может быть, я ошибаюсь, может, не так все было, конечно. Ну, если я не ошибаюсь, Майорбек Осиев посчитал, что это было несправедливое решение, ну, и попросту взял и отменил его, хотя решение было справедливое. Шамиль Никаев борец, опять же, так же, в первую очередь уповает на борьбу, но у него действительно хорошая топовая борьба. Ну, вот Нагейре удавалось именно ключи к этой борьбе найти. Он постоянно, он проводил попытки сабмишнов, он сам забирал топ-позиции периодически. Ну, был, можно сказать, на равных. Вообще, по сути, равный бой был. Вот. До этого же Шамиль Никаев достаточно уверенно всех побеждал. Ну, тоже там особо топовых, конечно, бойцов не было, но, тем не менее, выглядел он очень классно. И борьба у него действительно топовая. Ну, как мне кажется, по крайней мере, для ICB. Вот. Что касается этого боя, ну, не знаю, ребята. Аурел Пирта очень опасен. Я даже, если честно, не знаю. Я, как бы, отдаю преимущество Никаеву. Не знаю, что там по коэффициентам букмекеры выставят. ТБ, ТМ я бы не рисковал здесь брать. Здесь, может, как они могут провозиться до решения, к чему я склоняюсь. Так, может, и досрочно закончится, поэтому, ну, в общем, я думаю, вы поняли. Алия с Киев против Игоря Сверида. Наконец-то к этому бою перейдем. Значит, друзья, Алия с Киев, опять же, на мой, скажем, субъективный взгляд, очень даже хороший проспект. Я тут что-то сегодня всех проспектами окрещаю. Ну, вот реально. У него самый первый бой в М1, вот он провел, проиграл решением. Затем у него был перерыв, в полтора года практически. И он вернулся. И вот, видите, уже провел на данный момент 6 боев, все выиграл. Причем только один бой довел до решения. Все остальные побеждал досрочно. Боец классный. У него хорошая борцовская база, в первую очередь. Он именно это использует в своих боях. Он переводит на стил соперников, там удерживает, занимает топ-позиции. Проводит болевые и удушающие приемы. Но я хочу заметить, что в стойке он тоже очень и очень неплох. На самом деле, я его бои посмотрел. У него просто классные удары ногами. Очень опасные. Это хайкики. Это удары с разворота. Более того, в стойке он не является каким-то медленным бойцом, который только и уповает на свою борьбу. Нет, он может в стойке подраться. И она у него, в принципе, на хорошем уровне. Вот. Игоря Свирида же мы знаем. Он у нас успел уже побыть чемпионом в организации 1FC. Ну, правда, защитить титул у него не получилось. Виталий Бигдаш там в таком прекрасном, интересном, драматичном бою все-таки вырвал этот титул у него. Затем Свирид у нас проиграл один бой. Вернулся. В ACB сразу же проиграл еще один бой. Исубея Инамото. Был на стрике из трех поражений. С Инамото он достаточно плотно отбился. Но все-таки там Инамото по делу взял. Он попросту в стойке был. Действительно лучше, как Свирид не старался. Ну, затем вот ему дали более, скажем, низкого уровня, на мой взгляд, бойца. Свирид его прошел досрочно. Как бы... А Свирид в борьбе тоже, да, кое-что понимает. Как видите, у него и с обмишенными победы есть. Ну, не кайф, на мой взгляд, просто на голову в этом компоненте выше. Что касается стойки, мне кажется, тут у Свирида, возможно, будет небольшое преимущество. Но очень вряд ли он сумеет его реализовать. Если честно, я к эскиву здесь склоняюсь. Не знаю. Ну, в общем, на мой личный взгляд, эскив здесь победит не досрочно, наверное. Наверное, по очкам, потому что Свирид все-таки достаточно крепкий боец. Но все-таки я здесь за проспекты. Не знаю, какие коэффициенты дадут ребят. Там, в общем, смотрите сами. И главный бой у нас Арби Агуев против Энди Дивента. Опять же, Арби Агуев у нас запомнился нам. Он был в том же самом карде, что и Шамиль Никаев. И с ним случилось примерно то же, но еще хуже. Опять же, крайний бой, вот вы видите, у него ноу-контест дописан. Это было поражение досрочное от Патрика Кинцла. Также Майербеку Хасиеву показалось, что бой был закончен рано. Хотя, на мой взгляд, ну, у меня, конечно, не такой экспертный взгляд, как у Хасиева. Но, тем не менее, на мой взгляд, там не было ранней остановки. Агуев уже просто был никакой. Ну, не сказать, что он там не защищался. Там, ну, пропускал уже кучи. Я не знаю. Остановка была совершенно по делу. Ну, в общем, не суть. В первую очередь, я хочу, что о нем сказать у нас. Арби Агуев по кличке Монстр. Ну, ребят, если он и Монстр, то кардио-монстр, в кавычках, конечно же. Вот реально, боец, буквально. Ну, как бы я, это без какого-либо там, без оскорблений. Я не люблю бойцов оскорблять. Это все как бы так. В общем, я к чему веду. Боец одного раунда, буквально. То есть, в первом раунде, я бы даже сказал, в первой половине. Он крайне, крайне опасный. Да, он действительно монстр в первом раунде. Но не более того. Если бой не особо насыщен, то в начале второго еще, на начало второго его хватает и все. База у него, если я не ошибаюсь, тоже борцовская, но удары у него крайне тяжелые. Если попадет, как бы там тоже соперники отлетают в нокаут. До Кинцла у него был бой с Анатолием Токовым. Как видите, он его в четвертом проиграл. То же самое, то есть, о чем я говорю. В первом раунде он Токову доставил серьезнейшие проблемы. Отправлял его в нокдаун. В начале, причем, первого раунда. Все, первую половину он забрал. На этом Арби Агуев у нас закончился. Затем Токов уже начал сам перебивать, сам отправил, если я не ошибаюсь, в нокдаун. Постепенно перебивал, забирал инициативу. Ну, собственно, это привело к тому, что он просто уже уставшего, никакущего Арби Агуеву смел удосрочить. Что касается его соперника, Энди Девент, это тоже боец, который не любит откладывать дело в долгий ящик. Ну, сами вот видите. Либо он выходит и побеждает сразу же, либо он выходит и проигрывает сразу же. И большинство побед и поражений у него досрочные. То есть, ну, в борьбе он кое-что понимает, а конкретно именно в сабмишенных у него, ну, такие достаточно уверенные набрас... Он набрасывает. Вот. В стоке у него очень и очень тяжелые удары. То есть, и руками, и ногами. Если он попадает, там уже все. То есть, бой такой, ну, для Агуева, на мой взгляд, весьма, ну, хорошо подобран. То есть, не для того, что там, ну, Агуев победил. Именно бой здесь должен быть зрелищный. Бой здесь должен закончиться досрочно, на мой, конечно, взгляд. Коэффициента, к сожалению, нету. В общем, ребят, смотрите там в росписи. Я здесь победителя, если честно, не берусь. Прямо вот сто процентов вам называть. Я склоняюсь к Арби Агуеву все-таки. За счет того, что у него борцовская база. Но если Дивен, допустим, там переживет какие-то первые натиски, также у него есть все шансы. Оба бойца супер опасные. Ну, в общем, в принципе, все. Все турниры, которые будут, я разобрал. Следите за моими ставками. Ближе к турнирам я все выложу подробно. Также хочу сказать, что спонсором подкаста у нас были букмекерские конторы Паримач, по которой я, собственно, и ориентировался, с очень и очень широкой линией контора. И букмекерская контора Пинакл, которая является, ну, скажем, более уверенной, более надежной для тех, кто ставит большие суммы. Вот так же, друзья, кто хочет меня поблагодарить за мои ставочки, за мои разборы, за мои подкасты, под видео будут мои реквизиты. Ну, по большому счету, у меня все. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok